всем привет сегодня 13 ноября на улице минус 24 безветренно мороз снега кстати выпало нормальным и давайте расскажу свои новости теперь можно свет включать расскажу новости по поводу больниц сейчас переведу камеру на себя по прежде с вами поздороваться еще раз привет я на больничном сегодняшнего числа дня вчера ходила на прием я же была написана на 12 ноября поэтому вот сегодняшнего дня я уже на больничном кто не знает я пошла со спиной и с ногами и с тем что меня стало опять бросать как и весной в жар ну только чисто в жар но не так как весной весной было хуже в этот раз как-то полегче так далее мне направление на анализы аж на 21 ноября ничего страшного там кровь туда-сюда гинеколога вот еще назначили уколы три вида я вам покажу если вам интересно название я не помню упаковки вам покажу обошлись они мне полторы тысячи все уколы ну а уколы вот эти вот так дальше что еще потом это я уже сегодня ходила уколы делать с утра и с утра я еще ходила но сначала заполярье а потом уже в поликлинику заполярье это кто воркуте живет знают на физиопроцедуры сначала пять дней одни будут мне делать это на спину на поясницу мне кладут там три вида по-моему тока ну что-то там такое вот по две минуты каждый это пять дней будет а потом пять дней другие какие-то процедуры тоже будет в другом кабинете не знаю наверное магниты потому что я же еще жалую жалую жалуюсь жалуюсь на боли в ногах но особенно когда сильно устану у меня начинают ноги болеть в общем вот так ну и заодно отдохну потому что устала угоняют они сами не устают думают никто не устает ладно так сейчас покажу покупки я так быстренько кстати пешком ходила думаю не хочу деньги тратить и 10 дней ходить и тратить деньги на проезд 24 рубля туда и обратно но 24 туда еще 24 обратно поэтому я решила все-таки буду пешком ходить сначала в заполярье а потом после заполярье в поликлинику на тиман ну вы не знаете это кто меня смотрит так вот зашла в магнит потом фикс прайс корзинку одну там всего лишь я сейчас кстати мало покупаю чего фикс прайс но мне как-то неинтересно я больше вот такой вот типа пакеты мочалки там для работы могу купить ну вот такого плана влажные салфетки вот если уж что-то слишком из посуды я вообще сейчас по моему перестала покупать ничего там ну редко покупать да прям что-то конкретно понравится вот ну давайте покажу что купила в магните ну и корзинку заодно покажу а еще и уколы же сейчас принесу с холодильником убираем холодильник покажу уколы какие мне назначить из дома вышла где-то в восемь утра а пришла домой начале первое а я же еще проходила эггэм не дали вот сегодня прошла там любой день но я вот заодно сегодня прошла эггэ там очереди тьма тьмуще и флюорографию забрала ну так как я в апреле делала поэтому забрала этот ну чтобы для своего результат для своего этого терапевта был вы поняли меня вот эти вот ампулы такое мне надо делать это отметка это мне типа сказали холодильники держать а я все сразу держу чтобы не забыть сей взять вот такие вот и кетанол и вот это вот мне все обошлось в полутора тысяч рублей полтора тысячи вот ну и давайте покажу так вот это вот самая маленькая корзинка вот мне надо в пенал хочу поставить в ванную потом наверное потому что голодная поэтому я это и купила вот этот чербет так есть хочу вообще вы себе не представляете но я на самом деле люблю вот этот чербет он мягенький такой но не то что тайтвард он мягкий срок годности до 25 поэтому нормально это я на работу уже сразу купила я опять с клубникой вафельки потому что я вчера все на работе доела то что у меня было к чаю к чаю мне были баранки как обычно и это же я хоть у меня в холодильнике два лежит еще два купила кстати в магните я потратила триста триста восемьдесят рублей вот за это вот это вот было по 113 рублей ну вот две штучки взяла не стало больше потому что две в холодильнике лежит ладно это я уже успела все протереть это помыть вот и сейчас буду кушать в общем он туда наверх я на высокую полку поставила вот эту корзинку и там у меня вон скраб пена и этот бренд фри как он там называется один раз только пользоваться кстати вообще мне понравилось у меня там я что-то испачкала ну свежее пятно было так хорошо смылось и вообще классно ну пока на первый раз мне понравилось а там не знаю здесь у меня расчески лежат это вторая полка я бы хотелось сюда поставить эту корзинку но немножко это место не хватает поэтому наверх поставила здесь корзинка зубная паста там этот ант что я вам часто говорю что я очень довольна этой чистящей пастой это не реклама и сама покупала за свои деньги кто мне смотрит знает здесь дезодоран для подможек почему так и вот эта полка у меня банки тут стоят здесь уже не стекло здесь не ездит а наверху когда по отдельности стоит что-то у меня почему-то она съезжает это вот это вот корзинка верхняя это немножко съезжает вперед еще пол кривоватый поэтому пенал не ровно стоит ну в общем сейчас подальше отойду как это издалека смотрится так вот ну как вы считаете может это не особо красиво там но мне нравится главное все аккуратно чисто тем более за дверцей вот и все мне нравится мне нормально мне удобно извините у меня тут машинка сейчас будет на заднем фоне но она не быстро она вот так вот будет шуметь я просто пока вспомнила и хотела вам поделиться ну я не знаю мне так стало вот это вот нравится что я придумал сейчас вам покажу я уже в обзоре не стала вот этот удлинитель он ничего в нем такого нету когда мой последний обзор был в субботу не стала снимать вот этот удлинитель мне кстати и вот эти всякие юсбишные выхода вот это мне не надо мне обычный нормально главное что вот с этим короче как он там называется с заземлением там вот с этой вот кнопочка вот этой вот если какие-то перепады там тудым-сюдым в общем вот я к стенке прилепила вот этими штуками не на клей там этот двухсторонний скотч а вот эти штуки которые я вам показывала когда-то тоже в этом своем обзоре крепления они вон там находится лепится и к стене и к самому удлинителю можно удлинителю снять он не намертво к стене это приклеен вот смотрите мне так больше нравится почему заказала новую потому что у меня было четыре входа для розетки для вилок а мне надо пять вот я же микроволновкой этой мультиваркой пользуюсь поэтому чтобы постоянно чайник не отключать я заказала этот чтобы было четыре а тот дуу длинитель отнесла на работу потому что у нас там такой длинитель допотопный телефон и еле-еле заряжаются в общем вот так ну да провода там видно кто-то их специально как-то прячет убирает но я не не как сказать не придираюсь к этому мне нормально тем более у меня тут висит микроволновка поэтому и не бросается в глаза в общем вот так понтоваться не перед кем ладно буду кушать эту кофе себе наливаю делаю с молочком но сейчас еще и кушать буду макароны с котлеты котлеты купила в этой поварюшке ну уже показывать это не буду просто говорю что буду кушать и говорю вот вспомнила думаю что покажу вам вот это вдруг кому-то пригодится эта идея она так скучает когда меня дома нет вот сегодня меня не долго в принципе не было на работе дольше меня не когда я на работе времени нет меня а сейчас то в принципе сходила в больницу ну пришла в первом часу она так за мной бегала маленькая так бегала за мной мне укола скучает мой ребенок да зайтик мой любовь моя ладно пойду телефон ставить на зарядку то сейчас сядет у меня уже тут вода закипела пора пельмени бросать хочу сварить пельмени вот такие вот мне они кстати понравились история классические всего на сегодня на вечер 10 штучек и на завтра на утро на утро чуть-чуть побольше сварю потому что уколы надо делать мне сказали я нас это желудок но я всегда в принципе завтрак вот без исключения даже когда кровь сдаю это что-нибудь но перехвачу главное чтобы это было не жирное и мне еще вот это приправа нравится когда пельмени варю но я вам показывала очень классная приправа сейчас открою покажу так выглядит это приправа там видите прям душистый перец вот мне нравится туда добавлять когда пельмени было вам сказать хотела и забыла ну ладно сейчас скажу вот помните я вам да я вам сейчас покажу показывала своем обзоре вал перец вот этот капучинатор я покупала вот и там в подарок шла вот эта ложечка кофейная я приспособила знаете для чего вот как раз такие приправы ей зачерпывать так удобно ручка длинная вообще и очень хорошего качества эта ложечка такая прям плотная плотная очень удобно мне понравилось думаю вдруг вам интересно будет как они смотрятся в вареном виде пельмени с этой приправкой это вот на утро ой наоборот на вечер 10 штучек а это на утро 15 еще и немножко бульончика добавила чтобы не прилипли они а то когда они ну это на следующий день их ешь они прилипают вот а с бульончиком не так сильно прилипают а масло сливочное я не кладу я не люблю с маслом сливочным я либо со сметаной либо с майонезом но так как у меня сметаны нету буду с майонезом в общем ну вкусно мне понравились неплохие пельмени решила оформить заказ в магните нуждала заказ мне позвонил курьер что не может найти мою квартиру я ему сказала все жду-жду что-то нету опять перезванет перезванивает и говорит что типа он перепутал не мне звонил он у меня может найти он другому человеку звонил мог по поводу доставки весу таки ладно привез он нет но после звонка через пару минут я взяла пакет я обычно никогда не проверяем сразу беру говорю до свидания и все закрываю дверь ну и всегда ставлю пакет в ванну потому что бывают ставлю ставят они на землю вот это я не хочу грязный пакет у себя на толстой я его сразу в ванну и потом уже сразу вытаскиваю с пакетом в итоге он не пройдет не мой заказ я ему звонила на этот номер он не берет трубку я написала сообщение тоже ничего не не отвечает вот связалась с чатом магнитом с поддержкой мне ответили что у меня сфотографировала содержимое то что он не доставил в итоге не мой заказ и там все потаевшие то что даже не моё вот ну мне короче вернут средства якобы еще с компенсацией на так не написали в чате вот течение трех дней все зависит от банка вот так вот что мне он привез тут сырки вот как видите они все вот тут потаевшие какой-то я вот если честно тут все так жирно из-за сырков я вот не хочу даже руками трогать я там картошку заказывала молоко ряженку так захотелось ряженки что заказала детскую ряженку ну короче у меня там вышло ненамного это там около 500 рублей в общем вот такие уделала картошка мне нужно потому что я завтра собиралась варить но после больницы горох и лысо придется завтра эти каскады покупать уже так вот так то я надеюсь что эти деньги вернут с компенсацией это буду воспитывать ну зачем мне вот это все и вот это жирное даже вот этот сыр я сейчас конечно посмотрю нас там вы правда все такое растаявшее и жирное прям а я у оператора ну которая сейчас там переписывала спросила что мне делать с этим заказом он мне написал на ваше усмотрение что хотите типа то и делайте не возвращает него не надо но это не моя вина в общем мне нужна ваша помощь я решила вот этот сыр помыть полностью но крышка была закрыта вот так вот я помыла с хозяйственного мыла но так как я вам сказала после вот этих сырков полностью жирная упаковка скажите мне пожалуйста какая когда вот эту крышку открыла было бы в тут вот мокрая и сама вот этого часть была мокрая могла ли вода ну я же смогу попасть во внутрь хотя тут все запечатано вот вроде не капает могла ли попасть можно ли это потом употреблять срок годности тут кстати хороший ну как до 25 года до марта месяца вот единственное что я себе оставила там эти сырки потаевшие и масло то ли маргарин то ли сливочная уже не смотрела ну масло то было подумала дырочка в общем буду ждать а сейчас как я вам обещала когда я вас вам задавала своем прошлом влоге вопрос интересно ли вам будет если я буду показывать вам свои запасы еды и бытовой химии вы многие ответили да конечно интересно но так вот бытовую химию оставлю на следующий блок в следующем буду показывать а сейчас покажу начну с пенала здесь которой крупно у меня немного конечно вот этого что касается продуктовой закупки немного мне больше химии но все равно покажу так как я одна живу для меня и все равно это запаса сейчас буду ждать а кстати но я вам уже прикрыть прикрепила по поводу что я это собер заказала которую мой должен был быть заказ в общем давайте начнем с пенала потом покажу что в холодильнике здесь у меня все по эти крупы все как сказать разложено по этим баночкам рис булгур турецкий там этот как он называется перловая крупа пшенка гречка лук жареные приправы запас приправ я никогда не покупаю купила баночку пользуюсь пользуюсь потом еще докупаю когда вижу что заканчивается сахар мешками я там вот это вот я не покупаю коробками а вот так но вот что касается вот таких круп макаронных изделий это да это я покупаю прям запасами ну гречку могу там рис купить запасом пачку и все вот там вот самом конце гречка все остальное это макароны и там макароны борелой это бы макароны в общем вот макароны я просто часто варю это я вам показывала что сегодня купила там запасе вот это вот кофе банка там у меня сушеная этот укроп на валбери заказывала вам показывала здесь у меня вот этих баночков баночка баночках кофе который надо варить который зерновой вот но уже в кофемолке он об этот как сказать как сказать как сказать вы меня поняли вот а там тоже запасов нет а просто уже в баночках все пересыпано блин что-то я расстроилась из-за этого магнит ну ладно сейчас покажу что и что в холодильнике здесь у меня в корзинке с фикс прайс люси на мясо лежит я всегда покупаю пачки получается от зарплаты до аванса от аванса до зарплаты вот так там у меня в углу стоит шампанское и начатое но уже там совсем меньше чем половина мартини с кое кем не допили так давайте начнем с морозилки так это значит три у меня тут этих как их нас вы меня поняли начнем с нижней здесь у меня вот такое вот лежит нарезанная лимон дольками там чуть-чуть осталось сзади 1 по моему или 2 этот какого формочках замораживала там от пасту здесь нарезанные это болгарский перец пельмени что сегодня варила там еще осталось на два раза наверное сварить еще запас купила чтобы были недавно кстати купила здесь палочки рыбные морковь тут сыр замороженный в нем который купленный натертый заморозила тесно тертый морковь вот там заморозка вот такая вот здесь у меня мясная заморозка единственное там внизу лежит две упаковки печени куриная ем только куриную печень так что я открываю я сразу подписывала два бедра число месяц это я все записала что не открываю тут уже есть дата вот тут такие вот сейчас сверху покажу вот так вот ну в принципе для меня много что-то заканчивается уже там мало остается я докупаю зарплаты или с аванса и вот этот вот ящик отделение здесь правда дверца отваливается но она уже давно отваливается здесь у меня нарезанные это кстати надо будет размораживать летом пока в отпуске была размораживала полностью холодильник так быстро но в принципе это еще немного это нормально но вот в декабре на этих длинных то выходных разморожу еще раз здесь у меня для работы уже нарезанная колбаса а здесь рыба хариус а больше я сюда ничего не кладу ну потому что все таки здесь рыба это меня угощала Наташа с Вовой ну это Вова муж ее сестра я имею ввиду в общем вот такие вот у меня запасы так ладно потом в сону этот дверцу ой ладно уже тогда больше ничего сегодня снимать не буду вон Люсечка спит опять спит уже поменяла место жительства не место жительства как сказать то спала на пуфике в коридоре теперь здесь спит вот ну а в следующем влоге уже покажу этот свои покупки свои этот химию бытовую ну там мыльно-рыльные ладно всем большое спасибо и пока пока все спятило что ли всем пока пока не пока не пока я вам забыла же показать еще вот что наверху находится ой извините меня пожалуйста вроде не работала сегодня а что-то я не собрала что-то у меня и памяти нету и слова вылетают все блин из головы что такое вот на дверце у меня тут ну на дверце здесь это левомиколь там их теор это массажер яйца вот эти вот уколы эти махеева майонез горчица у меня там кстати чуть-чуть но я что-то на нее подсела правда я ее чуть-чуть кладу кетчуп это то что заказывала на валдберрис ой да кричит молоко придется вот так уделать потому что холодильник поет когда долго держишь верхний ящик у меня вот так я подписываю вот эти вот баночки мне удобно что я открыла холодильник и сразу вижу что у меня тут за до какого год но у меня не где-то там сверху или снизу мне вот так удобно это я уже подписывала варенье там подписано в общем вот так масло это у меня тут салат сегодня в поварешке купила это оливье самая маленькая получается самая маленькая коробочка там есть маленькая средний по моему самая большая вот тут баночки вот такие вот вот и но это то что вот не мой заказ здесь пельмени то что я творила там баночки тушенка танку тут тушенка в общем неудобно до подписывать вот это здесь у меня пакет молока есть должны были 2 так вот эти мои пудинги так ладно я уже покажу и уже все здесь патчи сосиски рыба филе и два банана банан сладкие сладкие прям вообще в пятерки заказывала вот теперь все вот теперь я вам говорю пока пока